Долги за газ в Чувашии достигли почти 2 миллиардов рублей. Самые крупные должники теплоснабжающей организации. Больше всех задолжало общество коммунальной технологии. Межрегионгаз в Чубаксаре поставляет топливо. Жители многоквартирных домов платят за газ. Но при этом долги растут. Почему так происходит и что делать, разбирались на совещании в Доме правительства. Организации, работающие в сфере теплоснабжения, должны работать бесперебойно. Это социально значимый вопрос. С такого заявления начал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Расширенное совещание по вопросам задолженности за газ и тарифного регулирования работы коммунальной технологии. Отдельные многоквартирные дома в Чубаксарах в самый разгар отопительного сезона могут остаться без тепла. Теплоснабжающая организация находится в критическом положении. Их задолженность за поставленный газ более 1 миллиарда рублей. По материалам проверки, проведенной госслужбой Чувашской республики по конкретной политике и тарифам, выявлено наличие экономически необоснованных и нецелесообразных расходов. Глава республики привел и другие факты неэффективной работы коммунальных технологий. Так, инвестиционная программа по развитию тепловых сетей освоена только на 6%. Служба по тарифам выявила завышение себестоимости услуг теплоснабжения за 2015 год. При этом фонд оплаты труда управленческого персонала компании никогда не ущемлялся. 9 ведущих менеджеров получили 40 миллионов рублей за год. Обоснованных претензий к коммунальным технологиям оказалось много. Начиная с 2015 года коммунальная технология неоднократно представляла гарантийные обязательства по погашению задолженности, планы реструктуризации и варианты оздоровления предприятий. Данные документы предусматривали гарантии по 100% текущим платежам и реструктуризации просроченной задолженности на срок от 3 до 5 лет. Газпром Межрегионгаз всегда шел на уступки и даже прекратил судебные взыскания задолженностей штрафных неустоек. Было заключено 4 мировых соглашения, но по срокам удалось реализовать только первое. Остальные компания сорвала. Коммунальные технологии опять не платят по графику. Также, по словам гендиректора Газпром Межрегионгаз Чубаксар, сегодня компания намеренно затягивает рассмотрение дела в суде. У генерального директора предприятия-должника свои предложения. Реальный выход из ситуации – это движение к трансформации договора аренды в договор-концессии, для чего предлагаем незамедлительно сформировать кредитный комитет. Кемедлина Сюдоровича предлагаем возглавить непосредственный контроль за деятельностью предприятия. Все счета будут закрыты. Один счет открывается в Сбербанке, второму по увеличению кредитора. Составляется смета затрат. Коммунальные технологии снова предлагают отозвать все иски, заключить мировые соглашения и вновь по замкнутому кругу. Точку в этой ситуации, похоже, поставят не скоро. Неизвестно, сколько будут продолжаться судебные тяжбы. Вопросы есть и по взаимодействию компаний с администрацией города Чубаксары. Коммунальные технологии используют муниципальные объекты теплоснабжения на условиях долгосрочной аренды. И столице они задолжали 270 миллионов рублей. А результативной работы по взысканию средств нет, считает Михаил Игнатьев. Глава республики держит на контроле ситуацию. Права жителей многоквартирных домов должны быть защищены. С изменением законодательства на прямые платежи. На прямые платежи. То есть и газовики, и энергетики, и кто продает тепло. Минуя разные организации, минуя разных посредников. Это законодательная база сегодня в работе. По итогам заседания было принято решение создать постоянно действующую рабочую группу по вопросам работы и погашения задолженности Общества коммунальной технологии.